Собственные квартиры, пустующие дачи, вещи и даже продукты питания готовы предоставить неравнодушные саратовцы беженцам из Украины. В области работают несколько пунктов приема гуманитарной помощи. Для граждан, спасающихся от войны, созданы специальные колл-центры и места временного размещения. Но регион до сих пор не в числе тех, кто централизованно принял украинских беженцев. Почему, выясняла Екатерина Ковальчук. Детский оздоровительный лагерь «Заря» – один из объектов, где должны были разместить беженцев из Украины. Первая организованная группа из Ростова должна была прибыть сюда еще на прошлой неделе. Но они так и не приехали. Пояснить, почему пустует детский лагерь на окраине Саратова, руководство «Зари» отказалось, ссылаясь на некомпетентность в этом вопросе. Единственное, что удалось узнать, в каком состоянии сегодня находится оздоровительный лагерь. Если принимать, то на должном уровне. Поэтому сейчас многие уже откликнулись, предприниматели, организации, которые могут... Мы работали как детский лагерь. Как детский лагерь – это кровати и тумбочки. А чтобы принять людей, нужны обязательно стиральные машины и шкафы, и там какие-то утюги и микроволновки. То есть люди приехали жить. Не просто дети, да, которые столовой питаются. Еще за несколько дней до предполагаемого прибытия беженцев с юго-востока Украины добровольцы из Саратова помогали сотрудникам лагеря в его подготовке. Готовили полностью комнаты для проживания где-то примерно на 120 человек. То есть убирались, мыли полы, стены, кровати собирали, одевали там занавески, даже подметали. В принципе, мы как бы все готовили, чтобы они могли приехать и жить уже там полноценно. Информация о прибытии нескольких автобусов с беженцами на территорию Саратовской области довольно скудна. Вначале правительство региона рассматривало вариант транспортировки жителей Украины самолетом. Позже было решено перевезти беженцев несколькими автобусами. Но на полпути к Саратову их перенаправили в другую область. Пришлось ночью не разворачивать обратно во временный пункт, а перенаправлять, договариваться по линии Союза добровольцев России с другими регионами. И эти автобусы были перенаправлены, по моим сведениям, в Тулу. Почему? Потому что Тула была готова к приему беженцев. Наша Саратовская область централизованно вот так вот разместить была не готова. Здесь играет роль, скорее всего, преобладание желания над возможностями. Возможности у нашей области, к сожалению, оказались не такими, как в других регионах. Единственное, в чем наша область впереди планеты всей – гуманитарная помощь. Ее общественники и добровольцы собирают круглосуточные с избытком. Хватает даже для тех беженцев, которые уже прибыли самостоятельно в Саратов. Но, по словам организаторов сборов, приостанавливать работу они не будут. Помощь нужна любая и всем. Как тем, кто пересек границу, так и тем, кто еще в зоне конфликта. Собирать гуманитарную помощь мы будем продолжать до тех пор, пока на Украине все не утихнет. И наши усилия будут никому не нужны. Необходимо очень много медикаментов, инсулина, обезболивающего и других медицинских препаратов. Все по списку, которые изложены на нашем сайте. Также необходимо большое количество продуктов длительного хранения, личной гигиены и новеньких вещей – трусиков и носочек. Ленинградская, Воронежская, Тульская, Астраханская, Республика Татарстан – вот неполный список областей, уже открывших свои границы для украинских беженцев. Больше всего спасающихся от войны принял пограничный ростовский регион. Здесь власти даже объявили режим чрезвычайного положения. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.